Аксана Пилькина Аксана Пилькина Драки возникшие на почве личных неприязненных отношений со своим товарищем, с которым в этот день произошел вечером конфликт, а днем были на даче у Якова, жарили шашлыки. И произошел конфликт, в результате которого, якобы по утверждению стороны обвинения и следствия, он покушался на убийство своего друга, в настоящее время уже бывшего. Изначально его действия квалифицировались органом досудебного следствия по статье 122 Уголовного кодекса Украины. Это за причинение средней тяжести телесного повреждения, якобы в результате полученной травмы. У него была ущемление нерва в области плеча, в связи с чем было определенное заболевание, которое было экспертами квалифицировано как средней тяжести телесных повреждений. На протяжении порядка 3-4 месяцев обвинение было по 122 статье, но как потом оказалось, в связи с тем, что Яков не сдался, обращался и за правовой помощью правозащитной организации, и обжаловал действия работников милиции. В декабре, в начале декабря, порядка 8-10 числа, его действия были переквалифицированы со статьи 122 Уголовного кодекса Украины о причинении средней тяжести телесных повреждений и квалифицировали их как покушение на убийство. При этом инкомбинировалось то, что в ходе возникшей драки Яков, ранее взятым с собой ножом, нанес 4 ранения. 3 в области спины и 4 в области шеи. По мнению следствия, в результате потерпевший остался жить только лишь в связи с тем, что была в свое время наказана медицинская помощь. 10 декабря 2010 года, я убежден в этом, что я сейчас скажу, что мера пресечения ему была изменена абсолютно незаконно. На протяжении с августа месяца, пока его действия квалифицировались по статье 122 Уголовного кодекса Украины, он регулярно ходил в милицию, можно сказать, ночевал даже под милицией, под прокуратурой, поскольку требовал рассмотрения жалоб, поскольку после конфликта сразу в ту же ночь, это был в районе полуночи конфликт, а вскоре через 2-3 часа среди ночи к нему стали ломиться работники милиции, выключали свет в квартире, на лестничной площадке, имея доступ к щитку, пытались выломать дверь, и в конце концов его задержали, фактически задержали где-то в районе 6 утра, ну и в последующем, я сейчас уже детально не помню, но к нему стали применять недозволенные методы ведения следствия, его избивали, вывозили в лес, за Харьков, пытали электрическим током, ну и это, если правильно помню, где-то продолжалось в течение трех дней. Ну и насколько помню, там даже требовали заплатить 10 тысяч долларов за то, чтобы и закрыть и дело, и прекратить все эти истязания и пытки. Ну я его интересы защищал на несколько позднем этапе уже, когда он обвинялся в покушении на убийство, эти детали он мне рассказывал, но они интересовали меня поскольку-поскольку. Ну как бы самая вот жестокая циничность этого случая в том, что да, в милиции пытали, об этом часто заявляли и правозащитники, и сами обвиняемые, подозреваемые, но здесь продолжали пытать и пытали показательно даже после того, как человек, скажем так, набрался смелости отстаивать свою честь и достоинство и сделал свой случай доступным общественности. Вот расскажите об этом, потому что я знаю, что вот вы подключились, как бы были очевидцем тех повторных пыток. Я так скажу, что это было сделано не даже после того, а именно после того, когда его вывезли в лес первый раз, вот после драки и якобы покушения, когда сотрудники милиции, проявляя особенную тщательность и очень серьезно относясь к своим служебным обязанностям, с часу ночи ночевали у него под дверью, выламывали дверь, когда им не открыли, отключали электричество. У соседей есть свидетели, которые подтверждают, что так и было, и шум слышали, и электричество отключали, выходили, они возмущались, что происходит. И до шести утра вот сторожили якобы, как особо опасного преступника. Затем вывезли его в лес, и три дня, ну как, три дня, сначала они в лесу, очень хорошо с ним поработали, причем пытки применялись изощренные, я так подозреваю, что стамбульский протокол ребята изучили хорошо и наслаждились процессом, потому что, ну, там, если говорить о подробностях, то это действительно, ну, очень некрасивая история была. Вот, и когда они его держали три дня потом еще в закрытом помещении, не выпуска, и требовали денег, и выпустили только после того, когда поняли, что денег никто не принесет, и он пообещал, что он выйдет и принесет деньги, вот, именно на этих условиях его отпустили, а он пошел потом жаловаться, сволочь. Вот, вот именно после этого, когда он пошел жаловаться, когда он стал поднимать этот вопрос, когда он пришел к нам, и мы тогда провели пресс-конференцию по этому случаю, потому что, ну, случай был просто резонансный, вот, именно после этого случая его показательно задержали и избили, привезли в Киевский райсуд избитым с гематомой то, что мы видели, и то, что было записано на видео, это даже не слова, это не подтверждается, у него была нарушена координация движения, он с трудом ходил, не мог сфокусировать взгляд, говорил, у него была слабость, тяжело было говорить, строгуляционная борозда на шее была, да, вот это все. И вот привезли, как это нужно было понимать, я не знаю, но мы поняли это как то, что вот люди, которые будут жаловаться, будут иметь вот такое продолжение процесса. Насколько я понимаю, что даже скорую не пускали, да, и врачи не прислушивались к мнению врачей, которые настаивали на госпитализации и на судебном процессе задержания. Да, они его, избили они его за день до этого, при задержании, 9-го, судебное заседание было 10-го числа, вот, и 9-го числа они скорую тоже не вызвали в РУВД, и отвезли его на своей машине, и затем, опять же, в СИЗО его, по-моему, тоже, насколько я помню, не хотели принимать, и СИЗО зафиксировало все эти телесные повреждения, потом все-таки приняли. Да, и врачи, которые прибыли в судебное заседание, они говорили о том, что человеку плохо. Но судья не заметил, прокурор не заметил. И всех выставили из зала судебного заседания потом. Ну, в тюрьме, насколько я понимаю, Яков пробыл более года, да? Около полутора лет. Пол-полутора лет. Но в итоге обвинения в попытке убийства были сняты. Были изменены, да. Дело в том, что я хотел добавить к тому, что сказала Игулья. Дело в том, что тогда в суде, когда ему меняли меру пресечения на содержание подстражей, у суда, и у прокуроров, и у суда не было оснований для изменения меры пресечения. У него была мера пресечения, подписка о невыезде. Он нового преступления не совершал, никого не подговаривал или не препятствовал расследованию, скрыться не пытался. То, что произошла переквалификация, в итоге по приговорам он осужден даже не за средние тяжести телесные повреждения, а за легкие. Потому что эксперт не смог объяснить в суде именно предоставить суду аргументы о том, что действительно у потерпевшего были средние тяжести телесные повреждения. А по покушению на убийство там еще есть интересный момент. Ну, если позволите, я сразу о нем скажу. Да, это вы перескали. Самое, в общем-то, сложное было доказывать отсутствие умысла на убийство – это из-за ранения шеи. Но согласно истории болезни 4-й больницы, где оказывалась потерпевшему помощь, дежурный врач-хирург оказывал помощь первичную, а именно останавливал кровь и ушивал раны, которые были получены. Потерпевший утверждал, что они были получены якобы ножом. Его жена об этом говорила. Строго говорит, что это были осколки стекла, что тоже не исключено. Так вот, 4-го ранения в области шеи не было. Согласно именно истории болезни, были ушиты 3 раны. Правда, я опять-таки не знаю, каким образом хирург, который оказывает помощь потерпевшему, которому нужно обработать, остановить кровь и зашить рану, измерил глубину раны. Раневой канал располагался, ну, удар в спину и вдоль кожи, вдоль ребер. То есть это узкая щель. Каким образом у истекающего крови у человека меряют глубину раневого канала, я не знаю. Но там было описано, что раневой канал до 10 сантиметров. Когда у экспертов в судебном заседании уже, в общем-то, после чего и суд как-то стал по-другому рассматривать дело, я спросил, откуда он взял 4-е ранение, если в истории болезни только 3. Ну, эксперт, как обычно, это отдельная тема, причем большая тема для ни одной передачи, сказал, что я видел у него шрам, аналогичный шрамам в области спины, там, где проводилась операция, и все. Никаких мер, естественно, этому эксперту тоже никто не предъявлял. Видите, какое интересное дело, появляются дополнительные шрамы, подробности, которые никто не может объяснить. Кстати, у потерпевшим была одежда, милиция ее не изымала. Со слов самого потерпевшего, когда он там дня через 2, то ли посетил, я уже детально не помню, в больнице ему отдали одежду, и, уходя с территории больницы, поскольку она была в крови и с повреждениями, он выбросил в мусорку, хотя это обязаны были взять работники милиции и провести хотя бы трансологическую. А им было некогда, они сторожили строго, но в это время им было некогда изымать одежду. Ну, в итоге, насколько я понимаю, все-таки честь запытанного Якова была выставлена не в Украине даже, а с помощью европейской Фемиды. Вы представляли его в Европейском суде по правам человека. Как там расценили вообще вот эту жуткую историю? Ну, там расценили адекватно, там работают юристы. Одни признали нарушение статьи 3, это пытки и жестокое обращение по первому эпизоду, что в августе, что не было надлежащего расследования. По второму эпизоду, когда его в декабре избили, привезли в суд, там они полностью признали, что и материальная часть, что действительно были пытки, они именно сам факт пыток признали. И отсутствие расследования этих пыток, потому что там до Верховного суда дошло, отказали на всех уровнях. Вот, они признали нарушение статьи 5, что было неправильное задержание и содержание дальнейшее подстража, что в этом не было никакой необходимости. Вот. У меня теперь вопрос, на самом деле, к украинской Фемиде. Есть решение Европейского суда, где четко, черным по белому написано, что вот в данной ситуации были пытки и жестокое обращение, что не было надлежащего расследования, что было неоформлено задержание. У меня теперь вопрос к областной прокуратуре. Есть фамилии? Господа Гицеленко, Мельниченко, Мудрый. По второму эпизоду следователя Ищенко, с которым мы как-то встретились случайно в поезде, и он мне очень долго спрашивал, как же вы можете так непрофессионально подходить к делу? Кто же мог его избивать? А, там была еще одна версия. Он сам кидался на решетки и пытался сам себя избить. Я тогда его спрашиваю, я помню этот случай очень хорошо, он мне врезался в память, я говорю, хорошо, астронгуляционная борозда на шее у него откуда была? Он сам себя пытался задушить? Да. А, пардон, говорю, половые органы синие, я извиняюсь за подробности. Ну да, я говорю, мазохист, наверное, был? Ну так, говорит он, это все, чтобы оклеветать нашу милицию. Вы же понимаете, они же преступники, такие сволочи. Вот. А эти люди, вот, судья, прокуратура, прокуроры, следователи, милиционеры, да, теперь полицейские, они до сих пор работают, они не понесли никакого должного, заслуженного наказания. Ну вот, насколько я понимаю, что да, что там все в порядке, они переаттестованы, да, продолжают успешно работать. Они все переаттестованы, кроме того, ну, своего рода у нас круговая порука. Если дело направляется в суд, по нему, получается, обязательно должен быть обвинительный приговор. У меня тоже, допустим, есть вопросы и к той же прокуратуре, и к следствию всех уровней и всех следственных органов. Дело в том, что до нынешнего УПК действовал кодекс 60-го года. Была возможность направлять дела на доследование. В основном УПК этой возможности нет. Либо оправдательным, либо обвинительным приговором. Нет, дело направили в суд. Вот дело должно закончиться приговором. Либо обвинительным, либо оправдательным. Раньше, ну, наверное, порядка 30% до 30 или в районе 30 дела уходили на доследование. Из-за недоказанности, плохого расследования, качества, непрофессионализма. Сейчас доследования, института доследования нет. Но нет и оправдательных приговоров. И помнится мне где-то в 12-м году я как-то в интернете читал доклад генерального прокурора о том, что там, ну, что это около нескольких десятых процентов оправдательных приговоров имеется в практике, по обобщению практики судебной. И он заявил в открытую на коллегии, которая в открытом доступе имеется, о том, что это недоработка, надо, чтобы ни одного не было оправдательного приговора. Ну, не может быть. Любой нормальный человек понимает, что не может каждый раз быть правым. И страна обвинения. Ну, по Строгану попытались доказать, были уверены, что суд поддерживает. И суд тоже поддерживал. Его выпустили только через год. По большому счету... После борьбы. После борьбы и очевидности всего. И фактически государство, по большому счету, должно компенсировать Строгану Якову пересиженные 6 месяцев. По приговору у него зачалось, и это год лишения свободы. А он просидел полтора. Никто из судей, даже избирая меру пресечения, такая практика у нас судебная. Она, естественно, опороченная, но никто не уникает правильно, квалифицируя действия. Вот пришло покушение на убийство. А было ли это покушение? Правильно ли поставили статью? У нас ни один судья не смотрит. Хотя, в соответствии с новым УПК, это уже вообще-то функция суда. Судебный надзор за рассмотрением уголовных дел. Ну, по якому уж точно... Опять же, избирая меры пресечения, никто не смотрит, насколько он привязан к месту, где он живет. Есть ли у него семья? Вообще, выезжал ли он когда-то из этого города? Какая у него была необходимость? Были ли у него в истории какие-то побеги, попытки скрыться? В данном случае не было ничего. Зачем было сажать, брать под стражу человека, который практически ночевал под дверями прокуратуры и ходил за ними хвостом, они прятались от него? Какая была необходимость? В дополнение к тому, что сказала Игорь, человек не нарушил условия подписки. Возбуждено уголовное дело. Нового преступления он не совершил. Как оно квалифицировано? Это уже дело юристов. Но переквалифицировал только на убийство. Почему-то органы досудебного следствия, это следственные работники райотдела Киевского, прокуратура и суд решили, что он с этого момента стал опаснее. В связи с чем? И очень часто, кстати, в практике бывает, идет задержание, особенно при должностных преступлениях, задерживают там за превышение власти, а потом там взятка, либо недозволенные те же методы. Сначала по превышению власти избирают меру пресечения, но не получилось, суд отказал. Они дополнительную квалификацию вводят и опять идут в суд избирать меру пресечения. Она уже есть у человека. Это одно и то же преступление. Ничего нового он не совершил. А действия могут и десятью статьями квалифицироваться. Но станет ли вот прецедент Якова Строгана неким показателем, либо каким-то сигналом для украинской эфемиды, для украинского вообще законодательства, что все-таки неотвратимость наказания тех, кто совершает преступление, должна быть? Что те, кто пытают? А вы пригласите в прокуратуру и спросите у них. Это их функции на самом деле. Вот у меня сейчас вопрос. Хорошо. Люди, которые пытали, да? Это один вопрос наказания. А как же относиться к вопросу профессиональной квалификации и людей, которые этот вопрос рассматривали? Судья, который вынес постановление о заключении под стражу, когда не было никаких оснований. Следователь, который не расследовал это дело, хотя там были все доказательства подтверждающие. Во втором эпизоде там доказывать было нечего. Вот видео, вот человека взяли под стражу в состоянии хорошем, он был здоров, у него не было никаких даже видимых телесных повреждений. И вот через день он уже приходит вот в таком состоянии. Пожалуйста, есть заключение и экспертиза, есть перечень телесных повреждений зафиксированных СИЗО. Но следователь не расследует. У меня вопрос, а как этот следователь может дальше работать в прокуратуре? Каким образом подтверждается его квалификация? А судья, который продолжает не обращать внимания на избитого подсудимого? Да, который в процессе, да, и игнорирует все просьбы что-то сделать. Более того, игнорирует просьбы, запрещает работать с этим вопросом. И вот решение Европейского суда, которое имеет силу для наших судов, и решение практики Европейского суда является частью нормы права по закону. А в практике решениях, о Европейской конвенции решениях Европейского суда. В практике Европейского суда. У меня теперь вопрос. У нас есть решение Европейского суда. И четко указано, что были пытки и не было расследования. Теперь вопрос к прокуратуре. Но они же должны выполнять решение. Да, и к судебной власти. Что вы будете делать с людьми, чей уровень квалификации, точнее отсутствие оной, уже подтверждено в данном решении. Вот вы собираетесь как-то, вот правозащитники, понятно, да, вот вопрос к прокуратуре остается открытым, а к правозащитникам. Как вы будете добиваться того, чтобы все-таки те люди, которые фигурировали в частности в этом деле, и следователи, и судьи, и те, кто задерживал, каждый человек понес заслуженное наказание? Ну, сейчас у Украинского Союза есть отдельный проект, в котором мы работаем над этим вопросом. И дело строго на как раз перечне этих дел, по которому будут добиваться наказания уголовного, какой-то уголовного людей, которые были причастны к этому. Ну и потом по эпизоду хищения, избиения Якова в августе 2010 года, там дело еще на незаконченное расследование. Сергей Иванович вот как раз участвовал в процессе, когда суд направил на расследование. И мы надеемся, что прокуратура после этого решения все-таки закончит это расследование. Все-таки шанс есть. По первому эпизоду, да, шанс сохранить лицо. Это когда в лесу? Да, да. Шанс сохранить лицо у нашей власти есть. Но насколько они этим воспользуются, я не знаю. Как вы считаете, все-таки перспективы есть на будущее? На будущее мне хотелось бы верить. Вообще-то я по своей натуре оптимист, но в данной ситуации у меня весьма, так сказать, неутешное, неутешительное мнение. Ну хотя бы даже взять пример. Например, сейчас борются с коррупцией. НАБУ и... Да, антикоррупционное бюро. Оно работает, вроде бы, каждый день задержания идут. Харьковских чиновников задерживали. У меня... Некоторых харьковских я знал, допустим, и знаю лично. У меня может быть любое отношение. Но в отношении некоторых, допустим, тех же харьковских чиновников, которые были арестованы, вернее, не арестованы, возбуждены год назад, там, по взятке или еще, ну, по одному эпизоду, как правило, возбуждаются эти дела. Решения ни судебного, ни прокурорского нет, ни следственных органов. Вы определитесь, отправьте дело в суд. Суд скажет, что человек виновный. Он может быть негодяй, но если вина не доказана, отпустите. Но уже год... Логическое продолжение. Ну да, хоть как-то. У человека определится, люди его знают. Но нет решений. Ни одного решения. Вот сколько громких, ну, практически каждый день передаются. Там задержали на взятке. Нет ни одного судебного решения. Либо решение есть, но... Решение после решения некоторых вопросов, так скажем, которые просто не предают согласности. Как себя чувствует сейчас Яков? Плохо. Какова его дальнейшая судьба? Как бы честь обелена, но... Он, конечно, очень... Я так понимаю, неправимую еще... Да, он очень рад этому решению. Конечно, да, 10 тысяч евро — это большая сумма. Но полтора года жизни, которую он провел в СИЗО, уже никто не вернет ему. Причем, в каких условиях это все было, тоже мы не будем пускаться в подробности. Вот. Насколько это тяжело было для него, для его жены, для маленького ребенка. Ребенок тогда был совсем маленьким, год, по-моему, или полтора года было. И он ждал отца. Яков, кстати, в СИЗО тогда сделал ему кроватку с мастерем. Потому что он очень переживал, что... Он очень любит своего сына. Он сейчас... У него проблемы с желудком, потому что, когда в лесу его приводили в сознание в четвертый раз, они ему залили на шатерный спирт, потому что он не приходил... То есть не просто понюхать, а... Он не приходил в сознание, они не знали, да, как его откачать. Они там с помощью этих аккумуляторов электричества пропускали, да, через уязвимые органы. Вот. Я же говорю, там с большой фантазией люди. Или с хорошей практикой, да. Вот. У него сейчас проблемы со спиной, еще с какими-то, по-моему, внутренними органами, и очень серьезные проблемы с нервной системой. Потому что нестабильная эмоциональная... Да, он очень... Сейчас очень, ну, неспокойно, так скажем, реагирует на любое упоминание о полиции, об этом деле. Ну, и сама нервная система, она у него очень сильно пошатнулась. Прежить-то, пройти через такой ад, как бы, да? Ад, и там даже, ладно, пройти. Когда он прошел через сам этот ад, но когда он прошел через вот эти годы, это же сколько лет прошло, шесть лет, когда ему отказывали на всех уровнях, и он не мог понимать даже, будет ли когда-то конец этому. Видите, все равно не опустил руки. Нет, он очень сильный человек, я его очень уважаю. А на самом деле здесь эта победа, когда мне говорят, вот вы молодцы, юристы, я говорю, это клиент, это человек, который не сдавался. Его запугивали, его избивали, он не опустил руки, он сказал, я все равно дойду до конца, я хочу, чтобы их наказали. То есть все равно процесс запугивания продолжался до самого... Да, они над ним смеялись, они сейчас его встречают, издеваются над ним, подшучивают. Он очень тяжело это переживает. Я его понимаю. Они чувствуют себя безнаказанными. И вот я помню, что первый год, когда они его там встречали после освобождения, они очень так с издевкой... А сосед, вот какая, уже не соседи, либо они там... Он жил в другом подъезде. Самое интересное другое, что конфликт начался, вот, к самому конфликту, и как вообще у нас, в принципе, государство, это проблема государства, которое узурпировало право граждан на самообороны даже. 36-я статья уголовного кодекса нигде никогда не упоминается. Но дело в том, что они проскандалили возле подъезда, их разняли и разошлись. И потерпевшие, и он не отрицал этого в суде, и его жена не отрицала, позвонил, и говорит, извините за выражение, козел, выходи, разберемся. И строгом пошел. Но кто бы это выдержал. И после этого его еще признали потерпевшим. Ну... А там инициатором был сосед, да, он же его... И причем он и упал на стекла, которые... Сам до этого разбил. Конфликт возник из-за того, что этот сосед продолжает пиво пить или что-то возле мусорного отсека разбил бутылки. Ну, бросал, а они разбивались. Ну что ж, я надеюсь, искренне надеюсь, вместе со всеми правозащитниками, с украинцами вообще, со всеми, что все-таки неотвратимость наказания в нашей стране, в украинской стране. Нет, у нас есть порядочные и сильные люди. Я думаю, что они возьмут каким-то образом в прокуратуре, в суде, что этот процесс будет иметь продолжение. Я напомню нашим зрителям, что у нас сегодня в гостях были Айгуль Муканова, правозащитник, юрист и Сергей Медведев, адвокат. Я благодарю вас за беседу, вас за внимание. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова